В этом видео сравнение двух мощных конструкторов страниц, конструкторов сайтов на движок WordPress, Elementor Pro и DVPatchBuilder. Меня зовут Федор Васильев. Не так давно, несколько месяцев назад, я записал 47 пошаговых видео уроков про Elementor Pro и про бесплатный Elementor. Собрал сайт на этом плагине Elementor. Собрал сайт на DV. И пришло время сравнить эти два мощных плагина. Что лучше выбрать? Что подойдет именно вам? Итак, Elementor против DV. На момент записи этого видео будут сравниваться версии Elementor Pro 2.7.3, DVPatchBuilder, версия 4.0.6. Я определил 7 основных критериев, по которым я сравниваю эти два конструктора. Первое – это скорость сайта. Второе – верстка. Третье – SEO. Четвертое – функциональность. Ценовая политика. Редактор. И социальные кнопки. Перед сравнением хочу сказать, не для всех людей то, что является для меня плюсом, для вас может быть минусом, или для вас это может быть ни минусом, ни плюсом, в зависимости от того, чем вы пользуетесь и то, что вам нравится. Но все же есть некоторые критерии, которые будут абсолютно одинаково важны абсолютно для всех пользователей. Это скорость загрузки с сайта. Это самое важное. И это важно всем. Поэтому с этого пункта мы и начинаем. Первый пункт – сравнение двух мощных конструкторов. Скорость сайта. Сравниваются два небольших сайта. На чистом WordPress. На последней версии WordPress. На момент записи видео. Вот сейчас перед вами сайт на Elementor Pro. Небольшая страница. Сравниваются скорости именно главной страницы. На сайте не используются никакие плагины оптимизации скорости сайта. То есть никакие JavaScript, CSS файлы не сжимаются. Сайт не кешируется. Изображения не оптимизированы. То есть PNG, JPEG, никаких WP изображений здесь нет. То есть чисто сравниваем скорость, насколько они вытянут без какой-либо оптимизации. Сами сайты, сами наши плагины. Второй сайт сейчас перед вами. Сделан недавно на DV. Не используются никакие плагины оптимизации. Используется тема DV и встроенный конструктор, вот этот DV Patch Builder. Есть небольшое преимущество у DV темы, так как DV тема здесь имеет ряд настроек. На этом сайте Elementor Pro я использую тему Hello, которая с одной стороны легкая, но у нее нет настроек. На сайте, где я использую DV, у меня подключены некие элементы оптимизации. Включить адаптивное изображение, но это не особо будет, наверное, влиять. Сократите и объедините файлы. Я вас крипту у меня включено. Сократите и объедините файлы. КСС включено. Вот эти последние две опции служат для того, чтобы сайт грузился чуть быстрее. То есть в данном сравнении эти опции у меня включены. Так как они входят в ядро в состав самого DV, в DV Patch Builder, поэтому я ее включаю. Таких опций у Elementor нет. И я уже заведомо говорю, что сайт на Elementor покажет чуть менее худший результат. Сравнивать все это будем на Google PageSpeed Insight. Итак, проверка сайта выполнена в Elementor Pro. Для компьютеров показал 60%. Ну, так скажем, что не очень хорошо, но и сайт, в принципе, не оптимизирован вообще. Картинки не веб-пэк, никаких плагинов оптимизации нет, как я уже говорил. Для мобильных совсем плохо, 35%. С DV результат лучше. Для компьютеров уже неплохо, учитывая, что никаких плагинов, в принципе, не стоит. То есть кэш не кешируется, сайт, картинки не оптимизированы. То есть картинки много сжирают. Если картинки сделать оптимизированы для сайта, если их сделать в формате веб-пэ, современный формат, результат здесь будет гораздо выше. Для мобильных тоже не очень хорошо, но выше, чем у Elementor. Хочу сказать, что это показатели только у меня. Возможно, ваши сайты, если вы будете сравнивать, у вас будут совсем другие результаты. Покажет лучший результат в Elementor Pro. Здесь много факторов. Я делал приблизительно одной длины сайт, то есть главная страница. Вы должны понимать, чем страница длиннее, тем она будет тяжелее грузиться. То есть небольшие страницы. Обе никак не оптимизированы. Единственное маленькое преимущество, что в теме DV есть две опции, которые позволяют немножко ускорить сайт. Таким образом, первый пункт плюс я ставлю именно DVPatchBuilder. В этом сравнении он побеждает. Соответственно, Elementor здесь минус. Следующий, второй пункт сравнения. Это верстка. Верстка, я считаю, это каркас, макет. И именно удобство для новичков особенно. Как пользоваться, насколько это удобно при создании страницы. Сейчас перед вами открыт конструктор Elementor. И верстка здесь наилучшая, какая только может быть. Когда вы создаете колонки для вашего контента, вы в процентном соотношении можете просто левой кнопкой мыши зажать за край колонку и вот таким вот образом перемещать ее. Это и есть удобство верстки. Именно по этому критерию я хочу сравнить эти два конструктора. Потому что это важно. Это на самом деле важно. Это основа, это каркас и насколько он гибкий зависит от того, как быстро и какой классный сайт вы сможете собрать. На конструкторе DV все по-другому. Здесь вы не можете так легко двигать колонки. Здесь нет такой возможности. Здесь есть большой, конечно, выбор вот таких вот готовых макетов. То есть колонки. Вы выбираете колонки, соотношение колонок. Там одна больше, другая меньше, несколько. Вот их достаточно много. Есть только выбор. То есть так вот двигать мышкой здесь вы не сможете. Такой возможности нет. Поэтому в этом критерии сравнения побеждает Elementor Pro. Ставим плюс этому конструктору страниц. Следующий критерий, по которому я хочу сравнить два конструктора, это SEO. Простыми словами, кто не знает, насколько сайты будут дружественны к поисковым машинам. То есть чем лучше SEO сайта изначально, тем в теории сайт будет лучше индексироваться поисковыми машинами. Но это не то сравнение, когда у меня есть два сайта и полгода они висят в интернете и полгода на них ведутся, например, наполнение статьями, чтобы сравнить именно кто лучше покажет себя выше позиции в поисковых машинах. Это не это сравнение. Это сравнение именно на борту необходимых опций для SEO-оптимизации. Скажем, в Elementor этого совсем нет. И многие об этом знают. И для того, чтобы сайт был лучше SEO-оптимизирован, ставят дополнительные плагины, например, UAST SEO и другие аналоги. Соответственно, в Elementor Pro ничего для SEO нет. А в настройках DV есть вкладка SEO. Сразу я заглядываю вперед. В ближайшем будущем вас ждут серии уроков для новичков по настройке сайта на DV Page Builder. Если вам интересно, следите за моими новостями. Вот смотрите, SEO и есть SEO для домашней страницы настройки, есть SEO-страница поста и SEO главной страницы. То есть какие-то есть уже настройки SEO, поэтому здесь DV побеждает за счет вот этих опций. Да, многие скажут, что у тебя здесь вместе с DV идет тема DV, которая имеет на борту много настроек. Поставь там на Elementor Pro какую-нибудь тему, поддерживающую Elementor, например, Astra и другие темы с более мощным функционалом. Но я сейчас сравниваю чистые конструкторы. Вот все, что есть на борту самого конструктора, то и оцениваю. В Elementor нет никаких опций по SEO. В DV, как вы видите, это присутствует. Поэтому DV в этом критерии побеждает. Следующий критерий – функциональность. Под словом функциональность может быть спрятано на самом деле достаточно много всяких функций и отличий. Я для себя выделил лишь два. И сначала поговорю про Elementor. Elementor на борту имеет отличие от DV. Всплывающие окна, то есть встроенный в Elementor Pro функционал всплывающих окон. Не всем эти окна, конечно же, нужны. Вы скажете, для многих это будет не плюсом, если вы этим не пользуетесь. Но это мощный функционал, и это часто мне бывает нужно. Разный контент во всплывающем окне, если это есть на борту конструктора, это очень хорошо. Там достаточно мощный функционал всплывающих окон именно в Elementor Pro. На DV, Patch Builder нет такого. Но на DV есть отдельный плагин Bloom, который отвечает за всплывающие окна. Вот сейчас вы видите страницу презентации данного плагина, и он куда круче, чем Elementor Pro. Разница только в том, что в Elementor Pro это уже встроенный функционал. Здесь придется вставить отдельный плагин, но он идет в составе покупки DV. Об этом чуть позже поговорю. То есть, когда вы покупаете плагин DV, вам вот этот Bloom тоже в том же пакете предоставляется. И одно из критериев, здесь остановлю свое внимание, то, что требовать подписку для разблокировки контента. Это очень крутая штука. Такого функционала в всплывающих окнах в Elementor Pro нет. То есть, вы можете спрятать под всплывающее окно, чтобы наращивать подписную базу, какой-то свой качественный дорогой контент, которого вы отдаете бесплатно, но за подписку. Такого даже близко нет в Elementor. И несмотря на то, что в состав DV не входит этот плагин, то есть его надо ставить отдельно, но из-за того, что этот плагин Bloom идет за одну цену вместе с DV, поэтому я ставлю плюс в этом случае именно DV. Но это еще не все про функциональность. Сейчас настоящая бомба то, что я вам сейчас расскажу. Это я не видел еще ни в одном конструкторе. Причем даже на другие платформы, например, Joomla, если вы не знаете, я тоже обозреваю эти конструкторы, некоторые из них для Joomla движка. Там такой возможности даже близко нет. Когда я узнал, что в DV это есть, я просто был в небольшом шоке. О чем идет речь? Речь идет о функциональности, встроенной функциональности в DV. Это сплит-тестирование. Кто не знает, что это такое, по-другому это АБ-тестирование. Например, чтобы вам понять на сайте какой-то блок, какой-то текст, даже цвет на сайте, какой будет лучше восприниматься. То есть вы можете посмотреть, посмотреть статистику. То есть запустили сайт в интернет, посетители заходят на ваш сайт, и вы анализируете, какой блок лучше работает. По цвету, по тексту, по кнопке. То есть два одинаковых блока на одном сайте показываются разным людям. Человек А зашел на ваш сайт, он видит один блок с одним контентом. Человек Б, который зашел на ваш сайт, другой человек. Ему система, ему сайт сам предоставляет вторую копию этого блока с другим цветом, например, с другим текстом. И вы сможете видеть статистику потом на сайте в DV, где люди лучше себя ведут. В статистике будет написано, что, например, вот этот блок, блок B, с цветом оранжевым, например, то есть другой цвет, другой текст, лучше работает. То есть там больше кликают на кнопки. Соответственно, вы потом, в связи с тем, что второй блок, например, лучше работает, вы его выбираете и оставляете. Таким образом можно проанализировать на сайте любой блок и в сравнении поставить до нескольких вариантов. Не обязательно А, Б, А, Б, С, Д. То есть четыре варианта разных блоков, например, верхнего экрана. То есть вот здесь вот у нас правой кнопкой мыши, сплит-тестирование. И здесь нам система говорит, выберите блок для тестирования. Просто укажите его здесь. Когда мы это выбираем, окей, у нас появляется здесь новая иконка, диаграммы и два одинаковых блока. Вот здесь показан блок 1, блок 2. Естественно, надо зайти во второй блок и потом там поменять, например, заголовки, поменять цвет, чтобы просто было между ними отличие. А потом, когда статистика появится, в данном случае статистика еще не появилась, вы сможете здесь отслеживать клики, просмотры, отказы и так далее. То есть это очень крутая штука. Следующий критерий, по которому я хочу сравнить два конструктора, это ценовая политика. Начнем с Elementor. Elementor предоставляет бесплатную версию Elementor. Достаточно удобно. Много там функций, они отдают бесплатно. Можно поставить на WordPress и пользоваться всегда бесплатно. Тем более у меня было об этом 17 видеоуроков. Как собрать можно сайт абсолютно бесплатно, с бесплатным плагином Elementor. Смотрите мои уроки в YouTube на моем канале, если вы их не видели. Возвращаемся к ценовой политике. Плюс то, что Elementor дает бесплатную версию. DV бесплатную версию не дает. Но DV на своем сайте предлагает протестировать. То есть вот вы видите Demo Live Builder. Перейдя на эту страницу, вы можете прямо у них на сайте просто походить по сайту, именно как в админке. Покликать, подвигать настройки. Мне это не очень нравится. Лучше, конечно, скачать бесплатный плагин, если есть такой, и использовать на своем сайте, чтобы все потестить, посмотреть. В этом, конечно, минус DV. Дальше отличие. То, что здесь идет только плагин, нам придется заморочиться еще с темой. Если человек не знает, то для Elementor Pro тема должна быть заточена под Elementor. Иначе могут быть какие-то несостыковки внешние, какие-то проблемы на сайте, некорректно будет смотреться и так далее. Это минус Elementor. То есть придется заморачиваться. Да, конечно, есть у нее своя тема бесплатная Hello, но она слабенькая, настроек там мало. Есть и другие темы. Но это все отдельно. То, что мне нравится здесь в DV, то, что здесь вы можете выбрать, либо тема DV, вот здесь все в одном. То есть это и тема, и сам конструктор. Вот то, что я вам показал, на чем я собрал сайт, я использовал именно тему и конструктор вместе. И здесь есть такая возможность. Если все-таки у вас есть тема, то вы можете плагин DV Builder отдельно использовать на своем WordPress, используя любую свою тему. То есть DV утверждают, что отдельно плагин DV будет работать на любой теме WordPress. Я, конечно, этого не проверял, но он говорит, что будет работать, то есть отображаться красиво, все будет работать с любой другой темой. Вот здесь есть такой выбор. То есть либо отдельно плагин DV, либо плагин вместе с темой. И теперь про тарифные планы, про ограничения. Вот то, что когда ставят ограничения за один сайт, за три сайта, я никогда этого не любил. Мне это никогда не нравилось, даже если я использую для одного сайта. Многим это тоже не нравится. Есть неплохой пакет для тех, кто с сайта делает на заказ, за 200 долларов, 1000 сайтов. Вот смотрю на эти три ценовые политики, мне они не нравятся. Что мы видим у DV? Во-первых, нет ограничений на количество сайтов. Нужен вам один сайт, 89 долларов, не так-то много, приобрели. И сразу доступ к DV, к экстра, дополнительные плагины, да, Bloom, всплывающие окна, про которые я говорил, и Monarch, еще по-моему это тема. И самый классный вариант, хоть он и кажется, что это дорого, 249 долларов, но это пожизненно, смотрите, пожизненно. Один раз никаких ограничений на количество сайтов. Всю жизнь вы будете получать поддержку, обновление. Это, конечно, подойдет, если вы собираетесь делать сайты на заказ. Или же вы знаете, что ваш личный сайт будет долго работать, чтобы вы всегда обновлялись, больше ни за что не платили. Официально, я думаю, что можно подкопить, приобрести этот тарифный план. Это очень, очень крутой тарифный план, вообще тарифная сетка. За это DV я ставлю плюс, а Elementor ставлю в этом критерии минус. Кстати, если вы уже заинтересовались DV или Elementor, купить вы можете по ссылке в описании тот или иной плагин. Покупая плагин DV или Elementor, таким образом вы поддерживаете меня. Следующий критерий, он уже не настолько мощный и важный, для многих это будет ни плюсом, ни минусом. Если вы используете Gutenberg в WordPress, то для вас это плюсом не будет. Мне Gutenberg не нравится, я хочу использовать стандартный редактор. Сейчас вы видите DV, открытая статья, и здесь стандартный редактор. Если вы смотрели мои уроки про Elementor, я показывал бесплатный отдельный плагин Editor Classic, который отключает Gutenberg и возвращает вот этот классический редактор. Здесь я DV ставлю плюс, потому что в составе, в настройках самого DV есть переключатель, опция, который отключает Gutenberg. Находится он вот здесь и дополнительно. И вот видите, включить классический редактор. И я включаю, и Gutenberg отключается, и показывается классический редактор. Почему ставлю плюс? Потому что опция, мне это важно. И не придется ставить дополнительных плагинов, Editor Classic и подобные плагины. Все внутри, все в составе, я просто переключаю ползунок и имею стандартный редактор WordPress. Следующий плагин тоже может быть не особо важен для многих, но может быть важен для тех людей, которые делают сайт для русскоязычной аудитории. Социальные кнопки. Казалось бы мелочь, но тоже важно. DV не предоставляет возможность использовать русских социальных сетей, таких как Одноклассники, ВКонтакте. Вот я вывел три кнопки. К сожалению, нету. То есть это плагин социальных кнопок. Нет возможности поставить ВКонтакте и Одноклассники. За это DV получает жирный минус. В свою очередь, Elementor. Приспокойненько позволяет установить, вы видите, и ВК, и Одноклассники. Никаких проблем с этим не будет. Да, конечно, можно воспользоваться просто плагином каким-нибудь иконок, но я брал именно плагин социальной кнопки, и там нет возможности именно в DV поставить ВКонтакте или Одноклассники. В этом критерии плюс получает Elementor Pro. Я сравнил два мощных конструктора. Я долго анализировал, сравнивал их, приглядывался. Многие, наверное, напишут, что я не все рассказал, не все показал, но я вывел именно ихние отличия. То есть то, что у них схожи, то, что у них похоже, я об этом даже не говорил. То есть, естественно, если вам нужно настроить блок, категории, что была возможность. Вы знаете, если вы смотрели Elementor уроки, там это есть. В DV тоже это есть. Есть тоже свой билдер по настройке отображения именно блога. Поэтому это был бы важный критерий, но это есть на борту и DV, и Elementor. Поэтому я не стал об этом говорить. Что же выбрать вам? Я дам небольшой совет. От чего же отталкиваться, если вы в смятении? Самый лучший вариант – это протестировать вам оба конструктора. Соберите, не поленитесь сайт в Elementor полностью. Посмотрите настройки. Соберите сайт на DV. Также посмотрите по всем настройкам. DV тоже имеет русскую версию. И только после этого вы поймете, какой конструктор лучше вам нравится, лучше подходит под ваши цели. Только после этого вы сможете точно определиться. Вам, наверное, будет интересно, что выбрал я для себя, что мне больше понравилось. А я выбрал... DV. Да, он мне больше нравится. Больше эффектов, анимаций, разных прикольных плюшек. Больше. Интересней. Но самый главный критерий, почему я выбрал, это то, что он чуть пошустрее, побыстрее, а скорость для меня на первом месте. На этом обзор сравнений подошел к концу. Если вам интересно, следите за моими новостями. В следующих уроках я буду обозревать только DV. Как установить DV, первые настройки. И полностью освещу основные нюансы конструктора DV на WordPress. Я с вами не прощаюсь. До новых видео, друзья!